Здравствуйте, друзья! Константин на связи. Извиняю за длительное отсутствие, на это были свои причины. Сегодня мы начнем большой раздел по работе с аудиоинформацией в Cubase. Вообще с аудиоинформацией можно в Cubase сделать практически все, что нужно для работы с музыкой, для создания музыки. И мы посмотрим, что же, собственно, можно с ней сделать и как работать с аудио сэмплами в Cubase. Итак, в этом видео мы поговорим про фейды. То есть есть такие понятия, как fade in и fade out. Что это такое? Fade in – это плавное увеличение громкости в начале аудио сэмпла. Проще всего установить его таким вот образом. И в этом случае у нас принимается, что начало сэмпла у нас звучит на нулевой громкости. А к тому месту, куда мы установили этот флажок, громкость у нас, точнее уровень, устанавливается линейно до нужного значения. И аналогичный ему параметр – это fade out. Это плавное затухание, но уже в конце сэмпла. Как видите, мы можем флажком справа установить длительность этого самого затухания. И с этого момента, с положения флажка у нас происходит линейное затухание до полной тишины к самому концу сэмпла. Итак, fade in и fade out можно установить в Cubase двумя способами. Первый способ я вам уже показал с помощью синих флажков. И в этом случае мы не воздействуем никаким образом на сам аудиофайл. То есть аудиофайл остается неизменным. То есть в данном случае можно сказать, что вы устанавливаете автоматизацию громкости конкретного аудио сэмпла в начале, его в начале и его в конце. Но с тем ограничением, что изменения происходят только линейно. В связи с этим можно устанавливать разные кривые затухания и нарастания у разных ивентов, которые ссылаются на один и тот же файл. И, соответственно, изменение громкости будет происходить у разных ивентов по-разному. Ну и также можно устанавливать кривые затухания и нарастания у нескольких сэмплов. Если мы их выделим и будем менять флажок у одного из них, то вы увидите, что одновременно происходит то же самое изменение у всех выделенных сэмплов. Ну и также для большего удобства, изменение фейдов может происходить в специальном окне. Но о нем я расскажу позже, в другом видео. Удобство этого способа заключается в том, что вы можете менять положение этих синих флажков, тем самым увеличивать или уменьшать длительность нарастания затухания в любой момент у каждого ивента независимо. Поэтому это достаточно удобно. Есть несколько параметров, связанных с работой и с фейдами. Сойдем в Preferences, вкладка Event Display, Audio. Первый параметр, про который я расскажу, называется он Show Event Volume Force Always. То есть, если галочка стоит, мы видим кривые, которые мы установили. Кривые нарастания и затухания, независимо от того, выделен сэмпл или нет. Если же мы эту галочку снимаем, то если мы снимаем выделение, то коривые пропадают. Если же мы выделяем event, то мы видим эти кривые. Если же установим галочку, то мы видим кривые, независимо от того, выделен ли сэмпл и в Audio Event или нет. Следующий параметр, Fade Handles Always On Top. То есть, в этом случае, когда стоит галочка, у нас синие флажки всегда находятся сверху. Независимо от того, где расположен синий квадрат, который отвечает за уровень громкости данного аудио-ивента. И в данном случае мы можем видеть, где находятся флажки фэйдов, независимо от того, насколько у нас высокий стоит уровень громкости у ивента. Он может быть и очень низким. И если мы галочку снимем, то флажки установятся очень низко и в некоторых случаях это не очень удобно. Ну и третий параметр, это утолщение линий кривых. В данном случае просто кривые фэйдов и кривая и уровень громкости увеличиваются в толщине. Устанавливайте параметры по своему желанию. Мы пойдем дальше. Устанавливать кривые в аудио-ивенте можно не только кнопкой мыши, можно и также при помощи колеса. Чтобы это сделать, нужно зайти в настройки вкладка «Editing Audio» и здесь поставить галочку «Использовать колесо мыши для редактирования кривых». Это касается аудио-ивентов. Если мы просто крутим колесо мыши, мы регулируем уровень громкости аудио-ивента. Если же мы зажимаем «Shift» и крутим колесо мыши в левой части ивента, мы регулируем «Fade In», то есть длительность нарастания. Если мы крутим колесо с зажатым «Shift» в правой части ивента, то мы устанавливаем длительность затухания. Ну, не всегда это может быть удобно, так как когда проект большой, много ивентов, можно нечаянно с помощью того же колеса изменить уровень громкости. Что может быть и не нужно на данный момент. Длительность нарастания затухания можно устанавливать при помощи курсора. Устанавливаем курсор в нужное место. Выбираем аудио-меню. И здесь «Fade In to Corsor». У нас длительность установилась в соответствии с положением курсора. То же самое можно сделать с «Fade Out». Ну и также можно устанавливать положение «Fade In» и «Fade Out» при помощи инструмента Range. Как видите, у него очень много применений в данной программе Cubase. Здесь, к всему прочему, можно также устанавливать и использовать этот инструмент для установки длительности затухания и нарастания. Итак, здесь возможны три случая. Если мы устанавливаем участок, выделяем внутри сэмпла и выбираем аудио-меню. Здесь выбираем «I'll just fade to range». Мы видим, что тот участок, который мы выделили, у нас остается на той же громкости. Остальные участки, которые вне выделенного, они, соответственно, устанавливаются как «Fade In» и «Fade Out». Если же мы выделяем участок, который захватывает только начало сэмпла и выбираем ту же функцию, либо нажимаем клавишу «A» на клавиатуре, то мы получаем «Fade In», то есть нарастание в выделенном участке. Соответственно, то же самое касается, если мы выделяем правый участок ивента вместе с его окончанием, нажимаем «A» и получаем «Fade Out». Как вы наверняка заметили, можно внутри каждого ивента независимо друг от друга регулировать не только «Fade In» и «Fade Out», но и также уровень громкости любого ивента, независимо друг от друга. Ну и, соответственно, нескольких ивентов можно также у них регулировать громкость одновременно. И вообще, уровень, который мы устанавливаем при помощи синего квадрата, также можно регулировать в информационной строке в разделе «Volume». Ну и, соответственно, «Fade In», длительность нарастания и длительность затухания, также можно регулировать в информационной строке. Удалить в «Fade» можно при помощи меню «Audio» — «Remove Fades». То есть удаляются все установленные кривые громкости внутри ивента. Ну и сделать это можно также при помощи инструмента «Range». То есть если мы не хотим удалять все фейды, которые мы установили внутри ивента, а только, допустим, начальный, то мы можем его выделить и также выбрать «Удалить». «Remove Fades». У нас удаляется только выделенная кривая. «Fade Out» остался неизменным. Это что касается установки фейдов, которые не приводят к изменению аудиофайла. Теперь рассмотрим другой тип подобной обработки аудиоинформации. При помощи вкладки «Audio Process» здесь мы выбираем «Fade In» либо «Fade Out». Вообще удобнее тут использовать инструмент «Range». Мы выделяем, допустим, начальный участок сэмпла и хотим установить «Fade In», то есть плавное нарастание. Здесь мы выбираем «Fade In». Устанавливаем нужную нам кривую. Данные параметры я объясню в другом видео. Пока что не застряйте на этом внимания. И здесь мы можем как прослушать, что мы получаем. И если мы нажмем на вкладку «Process», и так как в данном случае у нас используется в проекте два одинаковых ивента, то есть два ивента, которые ссылаются на один и тот же аудиофайл, нам предлагается на выбор. Либо мы вносим изменения в оригинальный файл, и тогда оба ивента изменятся, так как ссылаются на один и тот же файл. Либо мы создаем новую версию аудиофайла, и второй ивент, который ссылается на этот файл, он останется неизменным. А этот файл, этот аудио ивент будет ссылаться уже на новый аудиофайл с измененными настройками fade-in. Таким образом это делается. Но данные изменения, они не являются окончательно деструктивными, то есть можно отменить те изменения, которые мы сделали в аудиофайле, при помощи такой полезной функции в Cubase, как Offline Process History. Вот здесь указаны все действия, которые мы производим над аудиоинформацией в Cubase. Ну, об этой функции я расскажу в другом видео. Просто знайте о том, что можно всегда изменения отменить. Ну и пока на этом все. В следующем видео обязательно продолжим рассмотрение параметров установки кривых fade-in и fade-out. Будет не менее интересно. Так что до связи. Пока.